У нас поменялась сильно программа. Некоторые приехали, некоторые не приехали. Я выделил для себя 8 свойств. Некоторые из них общеизвестные. Некоторые, мне кажется, ранее не встречались в литературе, но первое свойство достаточно очевидное – это способность оставлять следы в фотоматериалах, в классиковых детекторах и металлах. Следующий слайд. Второе – это способность рождать след, идущий вдоль поверхности твердого тела, что само по себе уже достаточно удивительно для частицы. Но самое удивительное, что он идет вдоль поверхности, причем точно вдоль поверхности, даже при ориентации поверхности перпендикулярно направлению на источник. Следующий. Еще одна интересная особенность – след может идти на некоторой глубине под поверхностью. Вот здесь на этих двух слайдах хорошо видно и на фотографии работы Солина и Скворцов. Но Скворцов вообще использовал детектор СР-39. Там стравливается верхний слой тонкий. Ну и, кстати, видно, что трек не весь попадает в этот уровень. Часть пропадает, часть появляется. Это связано с тем, что он по глубине еще варьируется с Скворцова. У Солина прямо видно, что заглубляется местами трек. Ну, собственно, это буквально описано. По данному Руцкоева эта глубина не превышает 10-15 микрон. Руцкоев проводил измерения в толстых эмульсиях. Следующий слайд. Ну, главное способность, главное свойство этого следа, которое его отличает от всех других, является визитной карточкой, это способность совершать колебания в направлении, в перпендикулярном направлении движения. Вот. В плоскости поверхности. Причем амплитуда много больше ширины следа. Это типичное значение амплитуды колебаний от 20 до 100 микрон. Следующий. На самом деле очень нетривиальное свойство, а следы строго периодичны. И это отметает в массу разных теорий, которые я видел на эту тему. Потому что это не просто какое-то случайное блуждание в перпендикулярном направлении основного движения. Это именно какие-то периодические колебания. Следующий слайд. Еще одно интересное свойство. Положительные и отрицательные полупериоды колебаний, вообще говоря, сильно отличаются друг от друга. Это происходит не всегда. На правом слайде видно, что, кстати говоря, видимо при затухании и колебании, я так понимаю, движение происходит справа налево, по-видимому. И вот эта резкая асимметричность от положительных и отрицательных полупериодов, она переходит практически в синусоль. То есть, что это означает? Ну, понятно, что линейные уравнения, они приводят к синусоиде. А вот, собственно, это означает, что какая-то нелинейность существует очень существенно. Следующий слайд. Ну, казалось бы, эта нелинейность, она должна, ну, зависеть от какого-то масштабного фактора. То есть, должны быть как-то масштабные факторы, вот, относительно этого масштабного фактора, в зависимости от соотношения амплитуды этого масштабного фактора, значит, колебания должны быть линейные или не линейные. А вот, вот некоторые данные говорят о том, что масштаб, вот, на этих двух фотографиях, ну, вот, характерные масштабы по амплитуде и по длине волны отличаются примерно в десять раз. То есть, справа это десять миллиметров длина трека, а слева около миллиметра. А характер очень похожий. Вот, то есть, вот, получается, что, вроде, масштаб, ну, гречи, вот, масштаб десять раз отличается, а, ну, та же самая нелинейность, да, вот, ну, значит, должен быть какой-то масштабный фактор разный, который определяет нелинейность. Ну, в обоих этих случаях. Следующий слайд. Ну, и последнее свойство. Оно мне показалось вообще очень любопытным. Вот, обратите внимание, вот, в обоих этих случаях абсолютно разные условия эксперимента, абсолютно разные группы, наблюдаются очень интересные явления. Если вы обратите внимание, то, вот, эти максимумы, да, они чередуются. Ну, вот, указочки, да, вот, ну, покажу так вот. Вот, смотрите, вот, видите, острый максимум, а, такой, скругленный. Острый, скругленный, острый, скругленный. И дальше там в конце так и пошла. А, значит, здесь та же самая картина, смотрите. Скругленный, острый, скругленный, острый. Причем они повторяют друг другу очень точно. То есть вот острые с очень высокой точностью повторяются и скругленные. И вот это не, 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 не только здесь это проявляется, если, а можно отмотать вот предыдущий кадр. Вот смотрите, вот, вот здесь на самом деле та же самая картина. Видите, они как бы образуют пары, да. То есть, ну, фактически это означает, что, ну, дальше. Вот, ну, здесь просто это более, более ярко видно, да, вот, хорошее разрешение. Очень странный такой эффект. Вот все это говорит о том, что это некие колебания, вообще говоря, колебания чего-то. Вот. И вот эта картинка, она как раз указывает, что мы видим, ее можно интерпретировать, как наложение двух колебательных мод с периодом, отличающимся в двое. И таким образом вот это вот можно, ну, как вот, как-то описать математически. Ну, в общем, вот все это указывает не только, что это некий колебательный процесс, но достаточно какой-то вот сложный, осложненный. Можно следующий. Вот. И я обнаружил очень интересную вещь, которая, собственно говоря, заставила меня изменить теме шаровой молнии и вот сделать доклад вот на тему странного излучения. А дело в том, что я обнаружил, что вот мои модели шаровой молнии, которые развиваю уже несколько лет, возникают естественным образом такие объекты. То есть я их не придумывал специально. Вот. Они возникают как бы, ну, вот просто автоматически следует из теории. Вот такие объекты, которые ведут себя точно так же, как вот это самое странное излучение. Ну, вот некоторые пояснения. Дело в том, что я на этом никогда не акцентировал внимательно, согласно теории связанной материи. А вообще-то она в обычных условиях, вот где она находится, да, вот когда... А это же сохраняющаяся величина, сохраняющаяся количество материи. Она видна как шаровая молния только когда она в неравновесном состоянии находится, все время разогрет. А вообще-то она вот должна, просто обязана, согласно теории, находиться в плотных телах. Вообще говоря, она должна заполнять все плотные тела там с высокой плотностью, то есть твердые тела, жидкости. Вот. Это означает, что при рассмотрении твердых тел, в частности, жидкостей, вообще говоря, надо учитывать ее влияние на их свойства. Но оно, вот как предполагается, очень слабое. Вот. Но существует одно серьезное исключение. Дело в том, что вот в связанной материи могут существовать высокоэнергетичные объекты. И вот взаимодействие этих высокоэнергетических объектов с обычным, ну, собственно, с атомарным веществом может приводить к заметному локальному воздействию на атомарную материю. Ну, проще говоря, вот к образованию неких следов. Вот. А вот что это за высокоэнергетичный объект? Это вот те самые вихревые нити в сверхтекущей компоненте, связанные материям. Ну, вот о них сейчас и поговорим. Следующий слайд. Следующий. Вот. Ну, это, собственно, вихревые кольца, о которых я уже говорил в прошлом накладе. Следующий слайд. Вот система уравнений с ограниченным условием, которым это все подчиняется. Следующий. Вот. И вот, собственно говоря, то, что нас будет интересовать. Параметры вихревого кольца, связанные с материей, они все считаются. Это скорость, энергия и импульс вихревого кольца. Нас будет интересовать характерный масштаб порядка 20 микрон. Ну, поскольку это характерный масштаб следовостранного излучения. Следующий слайд. И вот оказывается, что при радиусе в 20 микрон скорость будет составлять 2,3 на 10,3 метра в секунду. Вот. Энергия, к сожалению, сложнее, потому что энергия зависит от плотности. Плотность, ну, есть границы некие плотности, но они достаточно широкие. Поэтому вот, ну, широкий разброс по энергии, большая неопределенность. Вот. Ну и, соответственно, по импульсу тоже, потому что импульс с энергией связан. Значит, но, но. Да. Да. Да, можно. Вот, R маленькая и R большое. Но R большое ты задал, а R маленькая? R маленькая, я считал в прошлом докладе, это радиус вот этого кора, да, ядра, ядровиха. На самом деле, от него мало что зависит, он выходит под логарифмом, поэтому, как бы, его влияние не очень существенно. Роев? Да, 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 R кор, да, это вот именно кор, кор. Роев и R, что это такое? M? M это масса. И M чего? Нет, M это масса частиц. Давайте вопросы потом, в следующем. Да, уже дискуссия. А M это масса частицы. R кор это радиус ядра вихревой нити. Значит, все эти вещи были в предыдущем моем докладе вчера. Я знаю, что слушаю невнимательно, потому что интересует холодный синтез. Надо в следующий раз слушать внимательно. А плотность? Это плотность, ну, здесь плотность сверхтекущих компонентов, она практически в точности совпадает с плотностью самой связанной материи. И, ну, вот я здесь не привожу, давайте следующий слайд. Я не привожу для нее оценки. Ну, верхняя граница плотности, это должна быть много меньше плотности воздуха, а нижняя граница плотности рассчитывается исходя из массы частиц и требований квантового вырожденности среды. Вот, получается достаточно, давайте потом, потом, мы вернемся к этому, я отвечу на ваш вопрос. Значит, я хочу сказать, значит, это, значит, в этой связанной материи распознаются такие кольца при радиусе характерном, сейчас важно только это, при характерном радиусе 20 микрон получается вот, ну, такой диапазон энергии. Обратите внимание, энергия много больше одной десятой мэва, ну, реально, реально, значит, больше мэва. Значит, это, на самом деле, колоссальная энергия, причем это квазичастица, а, по сути, это именно квазичастица, которая может вот в твердом теле существовать, это квазичастица долгоживущая. То есть, вот, в принципе, сечение взаимодействия, да, материя слабо взаимодействует сравнительно с веществом, а сверхтекучие компоненты тем более, поэтому это очень долгоживущая вещь. Давайте следующий слайд, значит, самое интересное будет дальше. Вот посмотрите внимательно, что происходит, когда вот такое кольцо приближается к границе связанной материи, да, а оно, как мы говорили, совпадает в большинстве случаев просто с границей твердого тела. Ну, приближается к границе твердого тела, а она может конвертироваться в каплю, да, и, возможно, также обратный процесс, когда у нас летит капля, попадает в связанную материю, там порождает внутри кольца. Сейчас смотрим дальше, следующий слайд. Вопросы потом? Да, вопросы потом. Значит, смотрите, для того, чтобы этот процесс происходил эффективно, без рождения каких-то посторонних частиц дополнительных, значит, должны выполняться законы сохранения импульса. То есть, импульс вот этого кольца и импульс вот этой капли, они должны быть равны, да, и энергия кольца, энергия капли должны быть равны. Момент относительно чего? Это аксиально-симметричная система. Смотрите, мы рассматриваем случаи, только когда они падают, значит, у нее нет момента, а это вращение вокруг вот этой вот нити, вокруг коры. То есть, у нее нет циркуляции вокруг оси симметрии, понимаете, да? У нее, значит, давайте потом поясню. Значит, смотрите, условия, когда наиболее эффективно происходит этот процесс, да, условия, когда выполняет закон сохранения энергии импульса. Следующий слайд. Вот, и оказывается, что при очень простых соотношениях выполняются эти условия. То есть, скорость капли должна быть в 4 раза больше скорости кольца. Ну, то есть, вот кольцо подходит, да, вылетает капли со скоростью в 4 раза больше, чем скорость кольца. И радиус капли, ну, примерно 0,7 радиуса кольца. Вот примерно такие соотношения, вот при таких соотношениях будет выполняться закон сохранения энергии импульса. А капли полые или заполненные? Нет, конечно, заполненные, заполненные, естественно, вещества обычные капли, как капли жидкости, да, что тоже жидкость. Вот, вот такие, вот о чем это, да, о чем это все? Это о том, как это излучение распространяется в воздухе, как оно попадает в твердое тело и, как бы, и что дальше происходит в твердом теле. В твердом теле потом доходит до границ твердого тела и обратно конвертирует, может, либо отразиться от границы, либо конвертироваться основа в каплю и пойти дальше, соответственно. Не спрашивайте меня, как заэкранироваться, пока мы сейчас до этого не дошли еще. Следующий слайд. Где ты видел, в я, что такое происходило? Анатолий Иванович, это, это, и давайте следующий слайд. Это на самом деле, где, где? Я вам потом расскажу, где. Давайте, знаете, вот сначала послушаем, потом будем комментировать. Значит, регламент, не нарушайте, пожалуйста, председатель конференции. Значит, схематическое изображение уехревого кольца. Вот здесь вы видите следующий слайд. Следующий. Вот, а вот есть еще один объект в вот этой связанной материи. Вот, он очень интересен именно нам сейчас в данном случае, поскольку этот объект как раз распространяется вдоль границы, то есть вдоль поверхности, по сути дела, твердого тела вдоль границы раздела вот между вот этой связанной материей и как бы внешним пространством. Это полукольцо. Вот. А фактически это можно рассматривать с одной стороны как вот половинку кольца, да, с другой стороны можно рассматривать как вот такую нить вихревую, да, которая начинается и заканчивается вот на одной поверхности. Значит, на самом деле краевые условия устроены таким образом. Следующий слайд. Что действует так называемый принцип отражения. То есть вот это вихревое полукольцо, оно ведет себя в точности так же, как вихревое кольцо. Вот. Ну, то есть там фактически вот, ну вот, вот эта граница раздела, она работает как зеркало. Вот. И можно просто... Следующий слайд. Вот. Собственно, вот эти краевые условия. Следующий слайд. И можно просто, значит, скорость будет точно такая же, а энергия, соответственно, вдвое меньше у этого полукольца, чем у кольца соответствующего радиуса. И импульс, соответственно, вдвое меньше. Вот. То есть фактически можно рассматривать поведение колец. Вот. И как бы вот на полукольца это все очень как бы легко вот переносится, все эти данные для колец. Вот. Следующий слайд. Вот. Ну, и как бы вот, я думаю, что вы уже поняли, к чему я веду. Вот. Колебательные моды вихревых полуколец. Следующий слайд. Вот. Ну, понятно, что эти кольца, вообще говоря, могут еще и колебаться. Да? У них есть какие-то колебательные моды. Вот. А если нас интересует полукольцо, да, то... Значит, для полукольца эти колебательные моды совпадают с зеркально-асимметричными колебательными модами целого кольца. И, на самом деле, для удобства восприятия, дальше на всех слайдах я не буду полукольца рисовать. Вот. Хочу обратить внимание. Я буду рисовать кольца, потому что на полукольце, они просто чисто субъективно плохо воспринимаются. Кольцо, асимметричная вещь. Значит, давайте следующий слайд. И вот так выглядят примерно колебательные моды. Вот это так называемая вторая колебательная мода. Почему я со второй начал, не с первой? Потому что вторая более сильная. Она симметричная. Она, ну, четная колебательная мода. Вот. Это, ну, собственно, вид на это кольцо. Вот оно деформируется сначала вдоль одной оси, потом вдоль другой. И изображено в последовательные моменты времени. Вот. А следующий слайд. Значит, на самом деле, смотрите, у нас есть объект, который движется вдоль поверхности, совершает некие колебания. Вот. Но пока этот объект еще не может породить вот этот самый странный трек странного излучения. Потому что вообще-то этот трек странного излучения рисует, по-видимому, какая-то точка, да, колеблющаяся. А у нас, вообще говоря, линия. Вот. Ну, как бы, ну, вот пока, пока концы с концами не сходятся. На самом деле, вот здесь нужно приходится ввести некоторое предположение, там, в какой-то степени искусственное. Да? Так вот, тут, возможно, два варианта. А либо это частица другого типа, связанная материя у какого-то другого типа, да, про которую мы ничего не знаем. Вот она с, вот, ну, в общем, там не буду сейчас на эту тему спекулировать. Значит, Эльба это обычная, обычная частица, которая просто сидит, пылинка, условно говоря, которая сидит на поверхности, которая может зацепить, вот, грубо говоря, это вот полукольцо одним из своих вот этих выходов, да, на поверхность. И вот дальше тащить с собой и, как бы, вот, создавать эти колебания. Следующий слайд. И вот, ну, это схема, да, вот схематично это будет выглядеть примерно так. То есть на поверхности она будет прочерчивать вот примерно такой след. Это идея, которую Боб, Боб, рассказывал нам. Да, очень похоже на самом деле. Вот, вот, понимаете, все идеи перекликаются. Вот Дмитрий Сергеевич Баранов тут сидит, с его идеями это тоже перекликается с вихрями Дмитрий Сергеевич. Я это признаю. Следующий слайд. Вот. И вот теперь рассмотрим первую колебательную моду. Вот смотрите, она вот совсем такая вот по сравнению с второй, такая вот несимметричная, некрасивая. Вот. Я так думаю, что вот сама она, ну, редко возбуждается. Возможно, даже мы вот просто ее не видим. Но вот если они, если складываются эти две колебательные моды, первая и вторая, получается вот такая картинка. Следующий слайд. Вот. Вот такая интересная картинка получается. Если мы посмотрим огибающую, следующий слайд, то здесь получается вот такая вот картинка. Да, вот образуется трек с чередующимися максимум двух типов, которые, собственно говоря, вот я вам и показывал на фотографиях. Вот. Ну, и как бы вот еще несколько слов хотел о заключении. Давайте следующий слайд. Вот. Обратите внимание. Вот. То, что прочерчивает на самом деле вот эти частицы, это не циклойда никакая. Это кривая достаточно сложной формы. Чем больше нелинейность, тем она вот более интересной становится. И вот чисто качественно с помощью вот этой модели можно объяснить вот такую картинку для того, чтобы как бы уже фактически все можно посчитать. Ну, это уже должны быть численные расчеты, это уже, ну, работа другого порядка. То есть этим нужно заниматься уже не любительски, это должно быть какое-то финансирование и систематическая работа. Следующий слайд. А вот смотрите, играет ли роль какую-то эти кольца, да, эти объекты в реакции холодного синтеза. Значит, это картинка Скворцова и интерпретация Скворцова. Я не знаю, что нарисовано на этой картинке. Но Скворцов считает, что нарисовано следующее. Прилетает вот это самое странное излучение без колебания, но вот это след, идущий сверху, да, вот след, идущий сверху, да, оно отсюда прилетает, по-видимому. Объясню, почему я думаю, что прилетает отсюда. Дальше происходят какие-то реакции. Значит, вот эти треки Скворцов интерпретируют как альфа-частицы, вылетающие из этой области. А дальше отсюда вылетает эта же частица, да, но уже колеблется. Вот, и дальше она вот двигается. А, это детектор SR39. Ну, вот, я это, давайте так, я не берусь как бы здесь интерпретировать, ну, может быть, это так, может быть, нет. Но Скворцов это интерпретирует так. Вот, а, кстати, а почему такое может быть? А потому что энергия очень большая у частицы, а у этого колечка вообще эта энергия существенно превышающая, да, сейчас будет последний слайд, энергия существенно превышающая, ну, то есть... Вот эта картинка, она сделана была мной вот буквально вчера, да, совершенно верно, да, вот, «Бессонные ночи», понимаете. Вот, и навеяна, конечно, экспериментами Влада Жигалова со странным излучением, вот, и как бы адресована тоже ему в значительной степени. Значит, а в чем, в чем здесь, значит, суть? Дело в общем. Дело в том, что, на самом деле, вот эта связанная материя, она на поверхности, на поверхности вот обычного твердого тела, который ей тоже заполнено, да, она ведет себя как капля невесомой жидкости на абсолютно смачиваемой поверхности. То есть, она по ней растекается. То есть, если мы капнем капельку, да, она по ней растечется. Значит, существует всегда какой-то небольшой избыток этой вот материи, да, она прячется в щелях, в порох, вот, и так далее. Существует некий вот критический размер вот этой щели, критическая ширина щели, да, которая вот этой материи будет заполняться. Значит, к чему это должно приводить? Вот, и как это вообще лучше всего посмотреть? Ну, вот берется, ну, допустим, пластинка, на которой мы собираемся регистрировать трек, да, вот кладется на нее такая вот линзочка, ну, опыт с кольцами Ньютона, если вы помните такую вещь. Значит, и начиная с некоторого, то есть, вот до некоторой ширины щели, вот эта часть, она будет просто заполнена этой связанной материей. И там, где она есть, там нет фактически свободной поверхности, это же... Андрей, Андрей, это уже домыслы, поэтому ты... Да, да, нет, это не домыслы, смотрите, это называется по-другому, это называется публично заявленное предсказание теории. Да, да, ты предлагаешь эксперимент некоторый, давайте, финал, что... Значит, должно получиться следующее, то есть, в этом эксперименте должен быть некий, вот, характерный размер вот этого пятна, в котором не будет следов вот этого странного излучения. Вот, а, причем это на самом деле очень важный параметр, он фактически вот характеризует степень избытка этой материи. Какая, в какую... А я не знаю, а я не знаю. Я вот тебе могу сказать. А, нет. Это дискурсия уже, давайте, сейчас вопросы будут. Ну, я могу сказать, что, судя по тому, что вот рассказывал Влад, в диске, плотно прижатые друг к другу, там вот не наблюдается вот этой засветки, поэтому... Я завершаю. Да, поэтому, в общем, ну, реальная, реальная ситуация, да, это следующий слайд, вот, ну, все выводы, спасибо за внимание, да. Подождите, не шикарим. Вопросы. Очень просто. Потому что я не придумываю новой физики. Это принципиально. То есть, я считаю, что вы можете ввести любую материю, какую угодно, но она должна подчиняться известным законам физики, да, и классической, и квантовой, так, и не противоречить наблюдательным данным. Ну, у всех же частиц, даже обычные вещества, разная масса, почему ты пользуешься одними и теми же массами с веществом, почему теми же, теми же контактами. Ответ на ваш вопрос получен, дальше начинается дискуссия. У вас должны теряться в килограммах. Следующий вопрос, пожалуйста. Влад же Галович. Андрей, вот спасибо за доклад, очень интересно, вот объясняет ли твоя гипотеза, вот те картинки, которые я показывал, абсолютно идентичные вот эти следы с точностью до разрешающей способности электронного микроскопа, ну, 10 нанометров будем считать. Ну, если коротко, то нет, и я думаю, что пока не надо стремиться охватить все, можно попробовать там спекулировать, начать, что там какие-то там квантовые реализации, но я бы не стал. Ответ получен, нет, пока это еще, этого нет, 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 следующий вопрос, Климанов. Ну, Андрей, ладно, я буду говорить, что-то низко. Значит, ну, вообще-то перед тем, как вот делать презентацию, нужно было посмотреть тебе вот книгу, называется «Динамика вихрей». Значит, вопрос мой заключается в чем? Что, значит, вот те моды, о которых ты говорил, значит, на практике реализуются в основном изгибные колебания кольца. Они изгибные. Шланговые, они изгибные. На самом деле, да. Поэтому никогда вот эти вот моды, о которых ты говоришь, они не реализуются на практике. Это рано. Да, да, значит, смотрите, они изгибные. Это уже замечание. Да, да. Анатолий Иванович, вопрос, вопрос, задай, вопрос. Вопрос. Почему он выбрал эти моды, а не те, которые хорошо известны? На практике... И я отвечу, он эту книгу пока не читал. Нет. Видимо, да. Пускай почитает, потому что... Значит, смотрите, да, я... Вот можно пояснение? На самом деле, да, они изгибные, на самом деле. И тут Анатолий Иванович прав. Действительно, на самом деле... Ну, я тут, скажем так, упростил несколько картинку. Потому что вот эти колебания, они происходят за счет движения кольца не в плоскости, да, а в трех измерениях. То есть оно изгибается, но, как бы, понимаете, суть-то от этого не меняется. Вот я вам... То, что я вам нарисовал, это проекция на плоскость. Вот. А то, что... Андрей, понятен ответ. Понятен ответ. Я надеюсь, что я мог бы понять более того, но когда я говорила о тумблин, спирал, вортех, создавая тракс, это, я думаю, был момент, когда вы думали, что, да, и я согласен. Если это то, что вы видите, то вы думаете, что вы видите. Я очень люблю вашу презентацию. И что я пытаюсь создать, что я могу создать, что я могу создать структуру, and I can animate it, and it will lay down the tracks. So I want to try and simulate all of the tracks that have been observed with this animation. So if we could work together, I'd like to do that. No questions only on... No, no, I'm asking if we can work together. Amazing, да. Okay, there is this... Okay, there is more questions. Yes, yes. Ah, yes, у Баранова. Андрей, скажи, пожалуйста, в следующем докладе какой будет рассмотрена система из двух колец, которые взаимодействуют друг с другом? Хороший вопрос. Действительно, такие ситуации возможны. Не возможны, а читайте, так сказать... Да, да, да. У вас какие-то плати. Безусловно, когда я до этого дойду, я, безусловно, сошлюсь над Дмитрием Сергеевичем Барановым. Но это... Вот мне... Сателепин, Валерий Николаевич. Мне просто кажется, что это все-таки достаточно сложная система, она редко возникает. Ну, в принципе, да. Физически она может быть. Пока не рассматривает. Можно перенести вот, поможете? Свойства поверхности меняют ли структуру, которая получается? Да, как-то меняют, но как мы пока не знаем. Нет, он говорит, что если слоёный пирог, если у тебя будет так сложная поверхность, то как будет меняться... Да. Да, the answer is that he isn't... He isn't a... Influence of... Property of... OK, I just... I don't think that as well, but he has, like, slightly distorted taurus, which is that deliberate, for some reason. Another question. There is another question. One more question. Еще один вопрос Было указано, что эти структуры обладают гигантской энергией Гевы, даже и сотни Гев Ну да, это максимум Как эта энергия хранится И как она десипирует Очень хороший вопрос Эта энергия запасена По сути дела В движении сверхтекущей жидкости Которая вращается Вокруг Ядра Вихря Десипирует Ну Десипация Там есть некие силы Трения Взаимодействие сверхтекущей компоненты С нормальной компонентой Ну и по-видимому с атомарной Которая постепенно Ну это ведь достаточно медленный процесс Но постепенно Уходит в тепло И как бы энергия рассеивается Но это медленный процесс А вот я подозреваю Что возможно еще процессы А при которых Вот это кольцо Может Ну грубо Передать Вот эту свою энергию Ну непосредственно Там Атомным В ядерном системе Иначе бы она не рождалась При холом синтезе Ну немножко путано Но в общем Десипация И происходит Передачи Как я понимаю Передачи энергии От этого вещества К атомарному веществу Но как он не знает Ну то здесь есть два вопроса Один связан с тем Что происходит постепенная десипация Да И Я думаю А второй связан с тем Что Вот поглощение Излучения Достаточно вопросов Есть ли комментарии Комментарии Ну если комментариев нет Я попробую Пару Я попробую Дать небольшой комментарий Я Работы Чистолинова Наблюдаю уже Четыре года И Как они развиваются Вижу И Направление развития Как мне кажется Очень правильное Вот в его докладе Хотел обратить внимание На две особенности Которые мне очень понравились Первое Это то Что он Рассматривает Не вращение А колебание Вот мы Все говорим О вращении А он говорит О колебании Я обращу Ваше внимание Что если посмотреть На уравнения Описывающие Вращение Любых тел То Они Это Эти уравнения Можно записать Как уравнения Колебания Вокруг двух осей Вокруг этой И вокруг этой И вот Такие вот И такие вот Колебательные процессы Приводят к вращению Мы обычно говорим О вращении Но на самом деле Это две колебательные моды И он Вот В таком плане Поднял этот вопрос Это верно И второе Очень для меня У него несколько Очень важных позиций Но вот Мне тоже кажется Очень важным Это то Что он Вот открыто Здесь говорит О том Что Несколько Типов Треков Есть Вот мы Об этом Вчера На круглом столе Говорили Вот И это тоже Чрезвычайно важно Несколько типов Треков Это Возможно Несколько типов Ну Странных излучений Может быть Одно и то же Излучение Но в каких-то Своих Положениях Еще Тоже Очень важно То что Доклады О Странном излучении В таком количестве Пошли на конференцию То есть конференция Смещается От энергии Что было Самым основным К изучению Взаимодействия С веществом Вот это Очень важно Поблагодарим Докладчик Спасибо